Приветствую вас и прежде чем ответить на вопрос, который вы задали, я скажу следующее. Вот, когда вы пишете в конце своего сообщения о том, что не нужно говорить вам определенных фраз, хочется сказать так, мы не будем вам говорить, по крайней мере, я не буду, потому что, если я так скажу, то будет означать, что я не позиционирую себя как эксперт, а позиционирую себя как обычный человек, обычный в плане того, что взаимодействую с вами на уровне вот таком вот житейском. Поскольку вы пришли сюда, то тут вам такого не переживать. Теперь по существу, значит, отвечая на ваш прямой вопрос, крест на себе ставить не стоит, вы еще можете встретить свою любовь, встретить можете когда угодно, вне зависимости от возраста, но поскольку вы имеете достаточно четкую позицию, что вы реалист и не верите в то, что с 30 лет все начинается, приубеждать вас, естественно, я не собираюсь, это ваше право так думать, ваш выбор. Но если вы хотите семью, хотите мужа, хотите семейного счастья и страсти, то необходимо сделать следующее. Первое. Если у вас остались образы вашего мужа, если у вас в голове этот образ мужа крутится, и вы как бы сравниваете возможных потенциальных мужчин с ним, то от этого нужно избавляться. Отпустить отношения с мужем. Я понимаю, что они у вас закончились трагично, и все же нужно оставить в прошлом образ, потому что мужчины реальные не смогут никак соперничать с тем, кого уже нет. Они не смогут, потому что этот образ идеализируется. Вообще основание того факта, что вы придаете идеальную окраску вашему мужу, вам облегчит жизнь и поиск мужчин. Дальше. Вопрос заключается в том, что вы скромница и много подчиняетесь. Конечно, можно найти вам такого мужчину, который хотел бы вас подчинять. Но вопрос в том, хотите ли вы сами этого. То есть вот вы сейчас знаете, что такое подчиненные отношения. Знаете, что такое подчиненная роль. Понимаете, что эта роль, она вами выполняется. Выполнялась. Теперь давайте ответим на вопрос, она вам нравится или нет. Устраивает ли она вас? Если устраивает, то ищем такого же мужчину, примерно. Если нет, то тогда нужно менять свои приоритеты. Приоритеты меняются в том плане, что вам нужно больше думать о себе. Больше уделять времени себе. Несмотря на то, как странно это может звучать, потому что вы три года уже одна. Вам необходимо развиваться, добиваться чего-то. Постоянно двигаться. Вести активный образ жизни. Активный социальный вид. Если есть проблемы, связанные с общением и активностью. Вы писали, что вы скромные, что вы смирились с тем, что вас били в детстве и так далее. То имеют место комплексы, возможно. Комплексы детские, которые необходимо разбить. Детские комплексы, да и вообще любые комплексы, это эмоциональная окраска определенной ситуации, благодаря эмоциям, в которой все элементы этой ситуации, однажды пережиты, объединяются в одно целое, благодаря эмоции. И после чего, когда вы какой-то элемент этой ситуации переживаете, увидите его, сталкиваетесь с ним. Ну, по сути дела он допускает весь блок этих эмоций, которые у вас были вызваны тогда. Соответственно, проработка той самой первичной ситуации, отделение элементов друг от друга, поможет вам комплекс разбить. Необходимо также и повторное переживание этой эмоции, потому что комплекс это всегда недостаток выражения негативной эмоции. И тогда, освободившись от комплексы, вы освободите себя настоящим и будете жить так, как вам хочется, а не так, как, допустим, получается или наиболее успешно. Далее необходимо сказать так. Мужчинам нравятся женщины. И есть мужчины, которым нравятся зрелые женщины, в силу своей опытности, в силу своей именно зрелой красоты. Есть, которые нет. И вам, исходя из ваших данных, вашей ситуации, ваших сильных сторон, достоинств и плюсов, нужно создать такой образ, чтобы максимально быть привлекательны для мужчин, используя свои сильные стопки. Для этого необходимо их четко осознавать и, знаете, словно пазл собрать в единое целое, что будет картиной вашего образа, которую вы представите мужчине. И тогда мужчине, которому понравится то, что вы ему предложите, ну, он будет вашим. Здесь мы подходим плавно к тому, что вам необходимо определить, что вы можете дать мужчине, как женщине. Что вы хотите ему дать. И что мужчина вам может дать, как мужчина. Что вам от него нужно, как от мужчины только. От мужчины в узком смысле и от женщины в узком смысле. Это тепло, забота, ласка, любовь, что-то еще может быть. Опора, надежность, что-нибудь. Вот это нужно определить. И при общении с мужчиной, давать ему понять, что вы можете дать то, что ему нужно. Предварительно, естественно, определив, какие у него интересы. Если мужчина увидит, что вы можете дать то, что ему нужно. А если он будет видеть, что вы готовы ему дать, но не собираетесь навязываться, то он будет вас завоевывать, пытаясь получить то, что вы ему можете дать. И говоря о завоевании, нужно сказать так, что мужчина всегда завоевывает женщину. И вам необходимо вести себя так, чтобы он никогда не чувствовал себя, вас полностью завоевавшим. Чтобы он всегда знал, что вы можете уйти. Что у вас есть свои интересы, свои какие-то границы, которые вы никому не позволите перейти, нарушить. Это добавит ваше отношение искорки, искренности, чувственности, привязанности и так далее. И, наверное, в заключении нужно сказать, что мужчины, они любят глазами, но мужчины любят еще и загадочность. Они любят познавать женщину. Они любят изучать, открывать ее. И в этом ключе вам необходимо повышать свой кругозор, свою глубину внутреннего мира. Развиваться внутренне, чтобы раз за разом своего мужчину удивлять. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...